Идем дальше. Почти 17 миллионов рублей выделено из областного бюджета на формирование детских новогодних подарков. По традиции их получат учащиеся первых-четвертых классов. Вместе со сладостями обязательный атрибут зимних каникул – посещение детьми праздничных мероприятий. В школах, садах и учреждениях культуры сейчас как раз идет подготовка к новогодним елкам. Людмила Кухарева продолжит. По масштабности новогодние праздники всегда бьют рекорды. Детские елки пройдут во всех детских учреждениях региона. Это 900 школ, 700 детских садов и почти 150 центров дополнительного образования. Учитывая такую массовость, главное требование – комфорт и безопасность маленьких участников новогодних представлений. Для нас очень важно, чтобы были соблюдены техники безопасности при проведении данных мероприятий. Это использование и пиротехнических средств, запрещение использования бенгальских огней. Поэтому мы сейчас работаем в очень тесном контакте и с Роспотребнадзором, и с МЧС. Именно по соблюдению техники безопасности при проведении всех этих мероприятий. За счет регионального бюджета новогодние подарки получат учащиеся первых четвертых классов. В общей сложности это 110 тысяч школьников. Партии сладкой продукции начнут поступать в города и районы области после 20 декабря. Конфеты будут обязательно свежими и качественными, заверяют в Роспотребнадзоре. Ведь в этом году предпочтение отдано кондитерской продукции местных производителей. Лабораторного контроля не будет. В этом нет никакой необходимости, потому что периодический контроль он все равно ведется. Претензий к качеству безопасности их продукции нет. Просто будет ассортимент конфет. Там же будет не одного вида, там же будет несколько видов этих шоколадок и шоколадных конфет. Просто будет проверено по документации, когда выработана продукция, чтобы сроки и условия хранения были соблюдены. Это будет достаточно. Одними из первых сладкие подарки получат участники губернаторских елок. Они пройдут в Волгограде 19 и 20 декабря. Откроют череду детских новогодних праздников, которые запланированы в регионе. А вот наградой для самых одаренных школьников станет путевка в Москву на главную елку страны. В этом году в ней примут участие 52 жителя Волгоградской области. Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.